5 октября в России отмечают День Учителя. В Инженерно-технологическом лицее педагогов округа чествовали в торжественной обстановке. Здесь состоялось вручение правительственных наград учителям, а кто-то получил и сертификат на квартиру. Становиться учителем Наталья Мазурина и не думала. Вот только когда она сама еще была школьницей, педагогическое будущее ей предсказал классный руководитель. Так и произошло. Позади уже четверть века педагогической деятельности. Учитель со стажем признается, теперь в школе они не только учат детей, но и сами у них учатся. Очень часто обращаемся за помощью к старшеклассникам, которые с успехом помогают разобраться во всех современных программах, порталах, форумах. После окончания школы Александр Неретин выбирал между педагогикой и спортом. Решил объединить два этих направления, получив диплом учителя физкультуры. Второе высшее образование позволило подняться по карьерной лестнице. Теперь Александр – исполняющий обязанности директора школы. За многочисленные педагогические заслуги ему вручили сертификат на двухкомнатную квартиру в новом доме. Я женился, у меня появился ребенок. Только из-за этого произошло расширение. Я уже дождался своего, как говорится, звездного часа. Учителя в 21 веке должны идти в ногу со временем. Они это доказали весной, когда обучение велось дистанционно. За время карантина статус учителя в глазах родителей вырос до небес. Я думаю, вы победили даже медиков. Потому что ваше умение усмирить вот эту буйную, энергичную, абсолютно неорганизованную, на первый взгляд, ватагу, араву, детей – это очень большой талант. Я иногда четырех не могу усмирить, а вы справляетесь с целыми классами. С каждым годом армия люберецких педагогов увеличивается. Сейчас она насчитывает почти две тысячи человек. Рост закономерен. В округе повышается рождаемость, строятся новые школы. В этом году мы две школы, ну, скажем, одна пристройка, одно новое автономное здание. Школы 48 – это второй корпус школы 48 – открыли. Соответственно, на 275 мест. И кадетская школа – пристройка на 200 мест. Уже к следующему учебному году свои двери распахнут три новых образовательных учреждения. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.